Илона Сталлер У москвички Алины не такая громкая слава, но не меньше сексуальных побед. Так же, как и Чичелина, она выполняла весьма щекотливые задания советских спецслужб. В постели с иностранцами. Оперативный псевдоним Стелла. Оперативный псевдоним Стелла. А 40 лет назад одна из самых успешных секретных сотрудниц советских спецслужб. Гостиница «Интурист» – место ее оперативной работы. По роду моей деятельности мне пришлось провести здесь немало приятных и неприятных минут. Ну, приятных, потому что это был как бы мой дополнительный заработок, даже, можно сказать, основной. Неприятных, потому что это было связано все с напряжением, с нервами. Здесь, в номерах гостиницы «Интурист», на крючок искуснейших путан попадали те, кого на языке спецслужб называли объектами для разработки. Шпионы, коммерсанты и политики из-за рубежа. Я не думала о том, что моя, так сказать, профессия и мои род деятельности приносят кому-то страдания. Хотя, действительно, вот в этой гостинице разыгрывались очень большие трагедии, драмы, просто-напросто. Потому что именно общение со мной многим приносило большие неприятности. Борис Грумов. В конце 70-х сотрудник МИД СССР, международный чиновник сектора образования, секретариата ЮНЕСКО в Париже. Существует такое расхожее мнение, что в КГБ был специальный отдел, работники которого занимались так называемым секс-компроматом. Держали вот такую стайку ласточек, которая работала с иностранными дипломатами, бизнесменами и так далее. Это неверно. Конечно, специального отдела такого не было. Был второй главк КГБ, это, значит, подразделение, которое занималось контрразведанным обслуживанием. И в каждом отделе, почти в каждом отделе в этом главке были свои агенты у оперативных работников. Среди них, конечно, было очень много и женщин. Алина и не думала, что когда-нибудь свяжет свою жизнь со спецслужбами. Она родом с Дальнего Востока. В 17 лет приехала к тетке в Москву поступать в институт. Экзамены провалила. Вскоре устроилась на работу машинисткой-стенографисткой. А через год-два за ударный труд ее наградили турпутевкой за границу. Осенью 71-го Алина в составе делегации отправилась с визитом дружбы в ГДР. Ноябрьские праздники в Берлине обещали стать для девушки незабываемыми. Молодая, красивая, она хотела развлечений. И в первый же вечер с соседкой по номеру убежала в город. Берлин тогда делился на две части. Западную и восточную. А Берлинская стена была границей, за которой начиналась другая жизнь. По советским меркам чужая. Вражеская. У нас были разные встречи, были экскурсии. Было посещение танцевального в Берлине. И в результате мы познакомились с ребятами из западного Берлина. А пропускная система там существовала с двух часов ночи до утра. Был перерыв. И ребята попали к нам в гостиницу. Без всякого мы просидели с подружкой, проболтали до пяти утра. Не думая ни о чем, чем это обернется. Обернулась выволочкой в номере руководства. Беседу вел некто Юрий, человек из органов. Он контролировал в поездке контакты советских граждан с местным населением. Алина развлекалась с гражданами ФРГ. И по наивности ни от кого это не скрывала. То есть общалась с представителями страны потенциального противника СССР. Псих со стороны КГБ считалась нарушением социалистического строя, устоев. То есть я совершила неблаговидный поступок, просто предательство по отношению к своей стране. И я должна как-то это искупить. То есть у меня началось, что я должна что-то сделать, я должна исправить это положение, иначе мне будет плохо. Уже в Москве, через неделю после возвращения из Берлина, в ее квартире раздался телефонный звонок. Тот самый Юрий предложил встретиться. Тогда Алина еще не знала, что Юрий сделает ее секс-агентом. Хороша собой, любит красиво одеваться и не прочь поразвлечься. Живет без родителей. Идеальная кандидатура для организации так называемых медовых ловушек. В тот первый разговор Юрий напомнил, чем занималась Алина в Берлине. И недвусмысленно дал понять, она должна загладить свою вину перед Родиной. С этого момента Алина во всех документах стала проходить под агентурным псевдонимом Стелла. А Юрий стал ее куратором. Алина своей рукой дала эту подписку. Обязуюсь во всем сотрудничать с органами КГБ и не разглашать полученной мной информацией. Об ответственности предупреждена. Эта квартира на пятом этаже дома на Тверской стала для Алины явкой на долгие годы. Здесь она отчитывалась перед Юрием о своих секретных любовных миссиях. Здесь она получила от него и свое первое задание. Я должна привлечь внимание человека, который их интересует. И пообщаться с ним вот столько, сколько надо будет. Ну, дальше у нас начались с ним встречи, мы пошли к нему в номер. Вот, и в результате администратора, она была в курсе, видно, потому что она, скорее всего, тоже на них работала. Потом длительное время, во сколько бывало, мы с ней общались, Лариса Петровна. В этом плане встречались в его номере, ходили куда-то гулять, отдыхать. А мне нужно было наблюдать, смотреть, прослушивать. Алина все сделала, как просили. И уже через три дня сдала Юрию свой первый в жизни отчет о проделанной работе. Объект два раза звонил из номера, в разговоре упоминал имя Алекс, говорил о каком-то дипломате. Юрий, кажется, остался доволен. Да, в принципе, он был доволен и сказал, что, вот, как бы, раз уже так удачно все получилось, то будем использовать и дальше. Ну, и поощрим, в общем, премиальные, то есть ты не будешь нуждаться. Официанты, гиды-переводчики, шоферы, гостиничная прислуга. Тогда в этой системе за иностранцами приглядывали все. Но верхом агентурного мастерства были медовые ловушки. Впрочем, спецслужбы всего мира всегда охотно использовали секс, как безотказное средство вербовки противника. Люди все возрасты покорны во все времена. И иногда женщины бывают опаснее, чем какие-то другие методы разведки. Станислав Лекарев, полковник контрразведки в отставке. В 70-е годы заместитель начальника второго главного управления КГБ СССР. Запуском из Гордеевского на женщинах склонили к сотрудничеству. Другие случаи были откровенные, когда ребята не сдерживались и оказывались. Лопуханик потом вербовали и они долго не выдерживали, никого здесь не арестовали, они все сбежали. Многие сбежали. То есть остались за рубежом. Олег Гордеевский, полковник КГБ, был завербован английской разведкой МИ-6. По его словам, это случилось в 74-м году в Лондоне, якобы из идейных соображений. Но на самом деле все обстояло по-другому. Еще в 1961 году, после окончания МГИМО, он отправился на практику в Данию. Там местная контрразведка и взяла будущего дипломата на заметку. Он любил проводить время в обществе проституток. Сексуальные контакты советских граждан за рубежом в те годы тщательно отслеживались. За так называемую аморалку можно было загреметь обратно в Союз и лишиться работы. Гордеевскому предъявили компромат. И он, не раздумывая, пошел на сотрудничество с иностранной разведкой. В результате его предательство рухнула вся разведывательная сеть КГБ в Лондоне. Тогда англичане выслали 70 советских граждан, среди которых были дипломаты, журналисты, торговые работники. Заместитель генерального секретаря ООН Аркадий Шевченко работал на американцев. Он попался на крючок Джуди Чавес. Она была тайным агентом ЦРУ. Считается, что именно Чавес в 1976 году умело расставила медовую ловушку высокопоставленному советскому дипломату. Эта связь принесла ей не только деньги, но и славу. В своих мемуарах Джуди написала, что это был самый простой случай соблазнения в моей служебной практике. Аркадий Шевченко добился головокружительной карьеры. В 70-е он заместитель генерального секретаря ООН. Высокий дипломатический ранг, деньги, красивая жизнь в Нью-Йорке. У него было все, о чем мог мечтать советский человек. Но даже красавица-жена не смогла противостоять чарам секс-агента Чавес. Ведь его поймали на чем? На сексе. На обычном сексуальном увлечении уже, скажем так, немолодого мужчины, который никогда не испытывал вот таких сексуальных утех. Валерий Малеванный. Вице-президент Ассоциации ветеранов спецслужб «Беркут». Лауреат литературной премии ФСБ. И вот то, что ему не дала жена, любовницы у него фактически в СССР не было, потому что это сразу бы привлекло его внимание к досье. И в досье бы легло бы... Он был бы уже невыездный. Шевченко без памяти влюбился в Джуди Чавес. Но вскоре его пыл остыл, когда ему предъявили компромат в виде интимных фото с американской любовницей. Джуди предложила свое молчание в обмен на информацию, которая была нужна ЦРУ. И Шевченко сделал выбор. Он решил работать на американскую разведку. Самые первые подозрения возникли тогда, когда в американских газетах начали появляться статьи, затрагивающие работу советской разведки и использование персонала ООН в разведывательных целях. Юрий Дроздов. Генерал-майор КГБ в отставке. В 1976-78 годах. Резидент КГБ в Нью-Йорке. Шевченко действительно, как чрезвычайный и полномочный посол, и занимавший вторую после Вольтхайма должность в Организации Объединенных Наций, имел доступ ко всей оперативной и политической информации, поступавшей в мир. Шевченко стали подозревать не сразу. Он был вне подозрений, поскольку был известен как человек, особо приближенный к Андрею Громыко. Сам министр иностранных дел СССР был его личным покровителем и гарантом головокружительной карьеры. Еще в МГИМО Аркадий познакомился с сыном Громыко Анатолием. Там учились дети людей со связями. Иначе туда попасть было невозможно. Также и Аркадий Шевченко. Он практически попал туда благодаря своей маме и папе, которые работали в МИДе, и которые дружили с семьей Громыко. Значит, в МГИМО он тогда познакомился с Анатолием Громыко. Это сын всесильного министра Громыко. Не надо забывать, какую роль тогда политическую Громыко играл на международной арене. После окончания МГИМО, пользуясь знакомством со всесильным министром, Аркадий начал трудиться в МИДе в ранге атташе спецгруппы по разоружению. Менее чем через два года он получил следующий дипломатический ранг и вскоре отбыл в Нью-Йорк экспертом на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Уже в 70-м году молодой дипломат стал личным советником Громыко. А в 73-м, когда Шевченко исполнилось всего 43 года, он занял место заместителя генерального секретаря ООН. Головокружительный взлет. Это такая высочайшая должность, которая согласуется только на уровне ЦК партии. Только. Даже не КГБ. Это самый высший уровень. Уже власти. И пацан, только что закончивший МГИМО, не распознавший в жизни никаких радостей жизни, он вдруг попадает в капиталистический рай, скажем так. Потому что кто выезжал за границу работать, все понимали, и от чего у нас столько перебежчиков и предателей было. Только от того, что вот этот капиталистический рай, он затягивал и ломал советское представление агента о всем бытии. У него сознание менялось. Так и Шевченко. Когда он приехал, посмотрел, что там творится. Он просто обалдел. Он жил на широкую ногу. Был замечен в любовных связях с многочисленными стенографистками и секретаршами. И тем самым привлек внимание ЦРУ. Американская разведка начала готовить для Шевченко медовую ловушку. В его разработке участвовали три женщины-секс-агента. Успеха добилась только одна. Та самая Джуди Чавес. Благодаря ей США получили ценнейшую развединформацию. Хотя Шевченко и не владел военными секретами, он сдал американцам сведения исключительной важности. Информация, которую давал Аркадий, была совершенно уникальна. Питер Эрнст, сотрудник ЦРУ. В 1977-78 годах куратор Аркадия Шевченко. Следует помнить, что Шевченко был вхож в высшие государственные кремлевские сферы. И поэтому владел информацией не только по отдельным вопросам, но мог объяснить сам процесс принятия решений. Ведь американским властям зачастую было трудно понять, как советские верхи думали по тому или иному поводу. Именно это было самым ценным вкладом Шевченко. Но Шевченко оказался плохим шпионом. Двойная жизнь его тяготила. Он начал страдать манией преследования и топил свой страх в алкоголе. Его поведение привлекло внимание представителя советской контрразведки в Нью-Йорке. В Москву полетели секретные шифрограммы о неблагонадежности Шевченко. Но тень влиятельного Громыка, в которой прятался Аркадий, и в этот раз помогла ему остаться вне подозрений. Из Москвы пришел ответ. Разработку Шевченко прекратить. Моя реакция была такая, что телеграмму принять к сведению, продолжать работу, продолжать наблюдение. Шевченко чувствовал, круг сужается. Его неминуемо разоблачат. И тогда он решил бежать. Вечером 6 апреля 78-го года Шевченко собрал личные вещи, написал записку жене и навсегда покинул свою нью-йоркскую квартиру. Рядом с домом уже ждал автомобиль, который увез его в новую жизнь. Первое время Шевченко жил на конспиративной квартире ЦРУ. Каждый день его по много часов допрашивали. И чтобы как-то сгладить существование своего ценного агента, ЦРУ вновь привлекло к работе мисс Джуди Чалес. Здесь не может быть другого агента, потому что эта ловушка построена на чувствах, на любви, на дружбе, на взаимопонимании, наконец, на сексе. Это главная ловушка, которая вот данный агент, она практически, ну, расставив ее и завлекая в нее, она потом на протяжении определенного какого-то времени она ведет этого агента. Шевченко был к ней привязан телом и душой. Дарил шикарные подарки, например, этот спортивный корвет. Возил свою любовницу к морю, покупал дорогую одежду и косметику. ЦРУ тоже не скупилась и перевело на счет американской ласточки солидную сумму в долларах. Примерно 35 или 40 тысяч долларов. Джуди Чавес намеренно сделала это публичное заявление для прессы. В названное ею время и место на бывшего советского дипломата налетели журналисты. Шевченко от интервью отказался, а Джуди стала позировать перед камерами. Американская ласточка порхала в лучах славы. После этого предательства любимой женщины Шевченко впал в депрессию. Вскоре он получил еще один удар. Ему сообщили, в далекой Москве его жена Лина покончила с собой. Она не смогла пережить позора, когда ее муж изменил родине. Но вскоре все наладилось. Шевченко стал американским гражданином и принял поздравления от президента Рейгана. Высшая власть Америки рукоплескала перебежчику из страны Советов. Уже будучи американцем, Шевченко взялся за мемуары. Описание его работы на ЦРУ имело колоссальный успех среди читателей и принесло автору миллион долларов. В его новой жизни появился достаток. Дом, деньги и новые женщины. В США он был еще дважды женат. Вначале на журналистке Л.А. В счастливом браке они прожили несколько лет, а потом его сердцем завладела американка русского происхождения Наталья. По всему миру, во всех газетах раструбили, что вот, мол, такой большой чиновник советского масштаба нашел счастье в Америке с американской женщиной. И это уже был высочайшей победой американской разведки. А в это время Алина готовилась ко своему второму заданию. Теперь ее клиентом должен был стать европеец, приехавший на заключение крупного международного торгового контракта. О сумме сделки ей ничего не сказали. Но она должна была сделать все, чтобы бизнесмен играл по нашим правилам. Все было как обычно. Вызов на беседу с Юрием, где он предъявил ей фотографию клиента и потребовал любым способом склонить иностранца к экстравагантному сексу. Алина даже получила запрещенное в Союзе пособие. Это особое задание, подчеркнул Юрий. Это было все заранее уже продумано, для того, чтобы это можно было снять, сфотографировать. Поэтому здесь надо было создать не просто какую-то такую интрижку, а действительно преподнести, как сказать, хороший секс. Я для этого даже... Журнал у меня был Камасутра. Попался, в общем, мне достали. И изучить вот эти всякие способы, изощренные и прочее. Иностранец и не предполагал, что в Советском Союзе могут быть такие постельные искусницы. Сама Алина тот свой опыт вспоминает с отвращением. О, это был не очень приятный. Это был какой-то рыжий швед, конопатый. И я хочу сказать, что здесь мне пришлось потрудиться, потому что мне он был не очень приятен. А вот если там были моменты, когда действительно человек такой, а здесь пыхтелся, пел... Даже не хочу вам про это говорить. Противно. Поэтому приходилось изощряться каким-то другим моментом, способом, чтобы как можно меньше, непосредственно какой-то... А вот... Ну и надо было еще, ведь чтобы человек полностью забыл про себя, чтобы он отключился, надо было постараться. Иностранец потерял голову и только причитал, его ждут жена и дети. Он не знал. Его игры с Алиной тщательно фиксирует скрытая камера. Сказали, что будет аппаратура, и вот делай с ним, что же хочешь. Ну, так как номера были не очень большие же, это же не апартаменты, вот как сейчас делают, а номера обычные, стандартные. В результате, естественно, наверняка аппаратура была нацелена на кровать. Более сотни компрометирующих снимков. На каждом из них иностранец узнавал себя в мыслимых и немыслимых позах с Алиной. В органах не ошиблись. Клиент пойдет на все, лишь бы никто не узнал о его экстравагантных забавах с русской проституткой. А еще он много говорил. Спецслужбам стали известны многие детали того самого контракта и условия, на которых бизнесмен был готов его подписывать. Теперь это были выгодные для Советского Союза условия. Алина иностранца не жалела. Работа есть работа. И четко фиксировала все нюансы. Ну как, я особо об этом не думала. Потому что если я буду над каждым думать с заданием, потому что тут самолеты, там пароходы, тут торговля. Ну, я так думала, господи, да хрен с ним, с этим шведом. У нас, может, в магазинах шмотки какие-то появятся. Страна лучше будет жить, богатеть. Ну, и я пользу, значит, приношу. Ну, то есть цинично, я думаю, уж просто-напросто. А что мне оставалось делать? Медовая ловушка захлопнулась. Клиент к сотрудничеству готов. У Алины тем временем появилось новое задание. Вскоре она уже потеряла счет своим сексуальным партнерам. Ой, да как же можно сосчитать? Ну, наверное, много, потому что были кратковременные, небольшие, ну, были более длительные. Поэтому сложно сказать. Ну, по крайней мере, отдыхать мне не давали. Холодная война, раздолье для спецслужб. В те годы Центральное разведывательное управление США провело громкие операции по вербовке советских граждан. В этом списке и Александр Огородник. Именно он стал прототипом главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного телесериала «ТАСС» уполномочен заявить. Судьба его оказалась печальной, трагичной, можно сказать. Николай Извеков. В 70-х годах сотрудник управления планирования внешнеполитических мероприятий МИД СССР. Какие у него могли быть мотивы, кроме того, что он отрабатывал свое обязательство, то, что он, как говорится, попался на крючок. Были ли у него какие-нибудь другие мотивы? Для него, видимо, какой-то интерес и даже увлечение представляло то, что он, вроде бы, играет определенную роль в международной политике, может оказывать влияние на принятие решений. Николай Извеков почти два года бок о бок работал с Александром Огородником в МИДе. Их рабочие столы стояли напротив, но Извеков и не догадывался, что все это время рядом был американский шпион. За несколько лет до возвращения в Москву Огородника соблазнила испанка Пилар Суарес Баркала, тайная сотрудница ЦРУ. Каких-то таких особых примечательных моментов в его поведении не было. Он, в общем-то, вел себя достаточно естественно, раскованно. Вот. Ну, как быть, играл рубаху парня. Вот. Причем, очень часто говорил по телефону. В основном там это были, насколько я понимаю, дамы ему звонили. Вот. Его знакомые разных возрастов. Огородник уже четыре года передавал за океан ценнейшие сведения о взаимоотношениях США и СССР. Он имел доступ к шифропереписке и мог свободно копировать секретные документы. Для этих целей он использовал целую коллекцию шпионского оборудования. Все это стало известно КГБ не сразу. Целый год его ввели и проверяли связи. В оперативных отчетах Огородник проходил под псевдонимом Агроном. И однажды он не появился на своем рабочем месте. Потом нам стало известно вскоре ну прежде начальству сообщили что он в общем арестован. Дома у Огородника были найдены шифровки ЦРУ. Американская разведка буквально закидывала своего агента заданиями. Советским спецслужбам удалось эту переписку расшифровать. И тогда в руки КГБ попали схемы связи расписание выхода в радиоэфир указание расположения 30 тайников и мест закладки передач. Когда его арестовывали он сказал что он напишет признание вместо этого когда он вроде всех застал он раскусил ручку а там была антул с ядом. откачать его не смогли. Это был почти провал однако удалось выяснить когда и где Огородник запланировал следующую тайниковую операцию. Знали кто будет связником женщина Марта Петерсон в те годы вице-консул американского посольства в Москве. Но Огородник был мертв и тогда навстречу отправили двойника. Насколько я знаю это уже отражено в том числе и в фильме что пошел человек загримированный под него действительно это было вот и ее взяли с поличным. Такой контейнер собиралась заложить в московском парке Марта Петерсон он был закамуфлирован под булыжник Огородник должен был получить микрофиши с инструкциями миниатюрный фотоаппарат для съемки документов бумагу для тайнописи и золото Операция удалась Это была громкая победа советских спецслужб В контейнере предназначенном для шпиона находились ампулы с ядом крупная сумма советских денег а также ювелирные изделия из золота А тем временем Алина уже не жила другой жизнью и не имела другого заработка вечером и ночью работа в интуристе клиенты музыка танцы рестораны вкусная еда услужливые официанты работа секс-агентом открывала для Алины двери в иной мир в то время дефицита у нее было все модная импортная одежда дорогая косметика чеки внешпосыл торга и валютные магазины березка что меня как бы заманило вот эти березки вот эти березки они сыграли свою роль я втянулась в это потому что это было престижно и потом там такие были хорошие шмотки здесь любая не устоит конечно спецслужбы щедро оплачивали ее услуги теперь за одну ночь с иностранцем она зарабатывала чуть ли не прежнюю годовую зарплату стенографистки одаривали свою русскую любовницу и сами иностранцы духи конфеты одежда безделушки и запрещенная в то время в СССР валюта если уже поклонник мне подарил вот деньги зелень эту капусту то вот человек с которым я непосредственно работала Юрий ну у нее сбрасывал на рубли денежный эквивалент рублевой рублевой как он чего там делал это уже его проблемы хотя бы переводил в рубли потому что ему же самому было неинтересно чтобы я где-то там меня зацапать зацапать могли легко так называемая 88-я валютная статья уголовного кодекса СССР сломала судьбы многим по ней можно было легко получить срок и немалый в тех же коридорах интуриста нет-нет да и брали спекулянтов валютой это было все равно что предательство измена родине фарцовщик и валютчик с таким клеймом не жить в лучшем случае этап Алина знала что ходит по лезвию ножа той ночью раздался тревожный звонок звонил Юрий куратор со срочным заданием нужно было человека скомпрометировать то есть чтобы они могли его взять за жабры прищучить человек был женат семья объект должен был приехать в Москву под прикрытием он якобы судья на международных спортивных соревнованиях а на самом деле высокопоставленный действующий офицер разведки НАТО его следовало сначала втянуть в медовую ловушку скомпрометировать а потом завербовать по разведданным этот 45-летний европеец жил в счастливом но бездетном браке вредных привычек не имел правда неоднократно был замечен в обществе красивых женщин зная его вкусы зная что он увлекается блондинками высокими плотными типа Мерлин Монро я иду в картотеку и спрашиваю тех кто видит картотеку Алину выбрали из двух десятков ласточек вызвали наявочную квартиру на этот раз рядом с Юрием сидел какой-то незнакомый человек сначала он внимательно ее осмотрел и видимо остался доволен а потом приступил к детальному инструктажу напомнил об ответственности и неразглашении тайны а напоследок сказал с нажимом надо постараться я была уверена что я познакомлюсь с ним получится ли у меня какую-то информацию от него получить вот это было сложнее то что я познакомлюсь с особой проблемой не было потому что в принципе я была очень стройная интересная все было при мне вот и И я не думала о том, что я не нравлюсь там кому-то. А то, что им надо было, вот это было сложнее. Что я должна была не просто присматриваться, прислушиваться, приглядываться. Алина должна была заманить иностранца в «Ласточкино гнездо» – специально оборудованный номер, где все было нашпиговано спецтехникой. И развести клиента на экстремальный секс. Затем все по схеме – компрометирующее фото, магнитофонная запись, шантаж. Правда, могли быть и нюансы. Ведь в каждом случае индивидуальный подход. Потом она может сказать о том, что она забеременела. Просто так идти в клинику она не может. Или у нее есть муж. Нужны деньги. Объект дает деньги. И при этом, опять же, разные варианты. Она может повторно забеременеть. Или там сказать о том, что вот этого врача за незаконную практику берет милиция. Взяла милиция. И он спрашивает, а кто вот. То есть будет разбирательство. Нужно дать деньги офицеру полиции для того, чтобы это дело, так сказать, замять. Тот дает деньги. И вот этот вот, его, так сказать, задействованность, его компрометация становится глубже и сильнее. Наконец, открытие спортивных соревнований. В судейской бригаде интересующий спецслужбы объект. После напряженного дня фуршет в ресторане интуриста. Там Алина и должна была выйти на контакт с иностранцем. Стелла была техничным агентом. А вот дальше дело техники. Дальше они пить кофе, они в баре что-то заказывают, она что-то курит. Рассказывают интересные истории из своей жизни, какая она несчастная. У того просыпается чувство, потому что она тип его красоты. Дальше, говорит, дело техники. Казалось, все идет по плану. Иностранец ни на шаг не отходил от своей новой знакомой и даже вызвался ее провожать. Но почему-то отказался остаться с ней наедине. Вместо бурной ночи в объятиях шикарной женщины он предпочел коротать вечер у себя в гостинице. Сослался на усталость, необходимость говорить с женой, тяжелый завтрашний день. Что-то здесь было не так. Видимо, Алина в чем-то просчиталась. И клиент почувствовал ненужный интерес к себе. У девушки всегда получается. Это у него, может, не получается. Между тем, Алина чувствовала, гость от нее без ума. В оставшиеся дни он возил ее по Москве. Делал дорогие подарки, всячески искал с ней встречи. Но ни разу не поднялся к ней в квартиру. Тогда что на уме у этого целомудренного спортивного судьи? Холодная война в разгаре. США и СССР непримиримые противники, как никогда. Но Москва готовится к Олимпиаде 80. В столице ждут многочисленных спортсменов и гостей из-за рубежа. Бойкот Олимпийских игр еще впереди. Перед советскими спецслужбами поставлена задача обеспечить безопасность проведения этого грандиозного спортивного праздника. А значит, оградить столицу от терактов, провокаций и компрометирующих системы элементов. Так называемое Олимпийское управление МВД начинает заниматься зачисткой Москвы от бандитов, воров, фарцовщиков и тунеядцев. Профилактическими беседами дело не заканчивалось. Всех сомнительных субъектов выселяли за 101-й километр. Эта операция носила название «Ночная Москва». В те годы Владимир Козин работал заместителем начальника штаба по обеспечению порядка в Москве. За год до начала Олимпиады Москва стала почти стерильным городом. Но если взять сравнение прошлого года периода и Олимпийский период, вот этот же, за прошлого прошедший, положим, то это сократилось на 13 с лишним процентов или на 14 тысяч преступлений. Но неожиданно на стол Контропову легла сверхсекретная записка. Срочная телефонограмма. В центре Москвы зафиксированы случаи грабежей иностранных граждан лицами под прикрытием фальшивых удостоверений сотрудников КГБ СССР. Как вскоре выяснит следствие, схема была такой. Иностранный клиент знакомился с путаной в баре или ресторане. Легкий флирт со спиртным переходил в весьма прозрачные намеки, обещавшие закончиться большим сексом. Когда клиент дозревал, проститутка приглашала его к себе домой. Тут же ловило такси. Иностранец и не догадывался, что в желтой машине с шашечками его ожидают люди с фальшивыми корочками КГБ. Милиция начала поиск неизвестных, которые охотились за иностранцами. При этом потерпевшие интуристы, среди которых были и известные персоны, с заявлениями в органы не обращались. Молчали, потому что сам контакт с КГБ не украшает. Если это станет известно, то пойдет доказывает, какие причины были для этого. Стало известно это после того, как вот такую операцию бандиты провели против африканских членов африканской национальной команды по штанге. Вторые негры оказались. Они вступили в драку, но им наваляли. Но негры пошли в милицию, дали описание, дали вот как их остановили. Должили Андропу. Андропу сказал найти их. И тогда решили ловить наживца. В фойе гостиницы Интурист в тот день крутились какие-то молодые люди и весьма откровенного вида девушки. В бар на первом этаже вошел респектабельный иностранец. Сразу направился к стойке и небрежным жестом подозвал бармена. Закурил, заказал дорогой напиток. Оставил более чем щедрые чаевые. Все должно было говорить о том, что здесь от безделья коротает время весьма денежный бизнесмен. Как бы, между прочим, в разговоре с барменом упомянул. У меня сегодня удачный день. Собираюсь продать дорогую картину. И заказал еще двойной виски. В этом иностранце трудно было узнать Станислава Лекарева. И вот такая подсадная утка. Вот снимает меня, значит, одна девушка. Подсела, просила прикурить. Ну, я понял, что вот это, может быть, это то, что надо. Я, значит, стал разглядывать ее внимательно. Он протянул даме сигарету, предложил выпить. При этом не забыл продемонстрировать ей туго набитый бумажник. И всячески показывал свою заинтересованность в продолжении знакомства. Есть такой способ понравиться девушке. Это восхищаться тем, чего она больше всего стесняется. В этом случае мужчина становится единственным в мире, кому нравится то, чего она себе не любит. Ну, буквально что-то такое я сказал. И, значит, она сразу зацепилась. Такой кинул ей такой мячик пас, такой она обратная. И говорит, а что вы сегодня вечером делаете? Я чуть не сказал, все. Я говорю, я сегодня занят. Я говорю, мне надо картину. Я приехал, хотят купить ее. То есть у меня будет еще больше денег. А потом что? Я говорю, ну, а потом, пожалуйста, я могу располагать с собой. Девушка была не прочь составить иностранцу компанию. Сказала, как здорово, на улице ждет такси. Очарованный интурист сделал вид, что подвоха не заметил. И тут же спохватился. Прежде дело. Та самая картина. Его ждет клиент. И Лекарев назвал адрес. Бригада, которая работает за мной, имеет задание за мной не ехать. А стоять в адресе в этом, ждать. Потому что я туда точно уж приеду. И я все понимаю это. А там будет засада. И вот они на месте. Лекарев зашел в подъезд со свертком в руках. Сказал ненадолго. Отдаст картину, получит деньги и обратно. Таксисту велел ждать. Через несколько минут, довольный, он уже галантно прощался с хозяйкой и радостно похлопывал себя по карману. Сделка состоялась. Деньги на месте. Но на лестнице его уже ждали. В следующий момент налетели двое. Пригрозили оружием и велели молчать. А затем выпотрошили карманы и бросились прочь. Лекарев знал, его бригада уже на месте. Навстречу бандитам шла группа захвата. Ну и поезжали. Всех схватили. Так сделали так, что подошли его уже, так сказать, под видом. Ну не случайных прохожих, но местных. И благодарим, въехали эти вот на самотюгальник, машина. Ну, с перестрелкой был. В центре Москва. Перед Олимпиадой. На допросах задержанные раскололись быстро. И выдали всю цепочку. Всего 60 человек. Так прекратило существование банда таксистов, в которой наводчицами оказались путаны интуристовских гостиниц. Так кем же была эта ласточка? Двойным агентом или жертвой шантажа разбойников? Может быть, там и выявили, что она не стукнула вовремя, или там что-то имеет такое задание. Может, темно ее использовали и не говорили. По действиям иностранцев все же с деньгами. Она, может, и не знала, что работает на банду под крышей КГБ. Разоблачение Городника принесло КГБ ценные сведения о технологии, используемой ЦРУ при проведении шпионских операций. Гордиевский сегодня живет в Лондоне. Он избегает вопросов о своем предательстве, причиной которого стала неуемная страсть к женскому телу. Любитель женщин Аркадий Шевченко умер в нищете. Его американская жена Наталья заставила перевести деньги на свои счета и отказать дом в ее пользу. Алина продолжала разводить иностранцев на секс еще долгие три года. Миссия агента Стеллы закончилась так же неожиданно, как и началась. Алина собралась замуж. Не по заданию, а по любви. Рассказала об этом Юрию. На удивление ее куратор возражать не стал. Лишь на прощание посоветовал держать язык за зубами и не удивляться, если о ней вспомнят вновь. Тобор могут заинтересоваться. То есть, меня могут вспомнить. То есть, как бы, я даю то ли обязательства, то ли что, что, ну, мной могут и потом интересоваться. Слава Богу, что прошло четверть века, и никто больше меня не доставал. А что же иностранный разведчик? Спортивные соревнования в Москве близились к финалу. Но влюбленный интурист так ни разу и не поднялся с Алиной в ее ласточкино гнездо. В последний день чемпионата пришла информация. Разрабатываемый объект другой сексуальной ориентации. Он любит мужчин. Требовалась другая западня и другая картотека на так называемых агентов Ромео. Но это уже другая секретная история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова